Всем привет, с вами Анатолий Жарпарком, ну и частенько в моих видео вы видите в предбаннике, в бане какие-то красивые этнические, мистические вещи, которые к бане не относятся, относятся к украшательству. Подковы, самовар, там прочее и прочее, какие-то там кочерёшки, поварёшки. И где же это всё взять? Смотрите, в каждом городе есть барахолка. Конечно, можно в интернете посмотреть, но там не всё вообще выложено, во всяких Авито и прочее. В Москве, допустим, две барахолки, Левша, я там был, и вот Вернисаж в Измайлова. Как раз туда мы направляемся с вами сегодня и посмотрим, что же можно использовать для бани в барахолку, окунувшись. Кстати, это видео будет очень полезно тем людям, которые женаты, потому что жены обычно дизайны любят. Вот, собственно, вход. Ну и пойдёмте смотреть. Заходим. Ну, как вы видите, здесь крайне много мусора разного, с советских времён. Ух ты, веники для бани. Вау, прямо на входе. А можно посмотреть? Пожалуйста, краснодарские веники. Краснодарские, смотрите, лист вообще отлично. Да, смотрите. Настоящий банный веник. Да. Бурный дуб. Круто. Вот, спасибо. А вы тут часто прям по выходным, да? Нет, не часто. Не часто, но бываете. У вас дубовые, да, краснодарские? А вы что, смотрите, не жирные. Э, нет, ну я всё, что по бани снимаю. Спасибо. Пожалуйста, по 10 штук распасовываю. По 10 штук распасовываю. А сколько мешок стоит? А какой-то размер? Грубо говоря, 10. Оптом по 200. Да, в рознице 250. О, спасибо. Это, ребята, если что, я в 2021 снимаю, не знаю, когда вы смотрите. Вот, пожалуйста, отличные дубовые веники есть. Краснодарские. Прессованные, смотрите, какие они толстые. Да, отличные веники. Они же, смотрите, они и не облетают, и не ломаются. Класс. Спасибо. Пожалуйста. Хорошая торговля. Смотрите, какая сумка для хранения веников. Натуральная кожа. Пусть лося. Вот они, и бюстики Ленина, и вот такие вот красивые для двери рукоятки, и подсвечники, да, всё что угодно. Интересное внизу. Один из павильонов с самоварами. Они тут везде. Ох, красота. Мотная одежда пармастрица. Я же говорил, что найдется, допустим, лоскутные веники. Какие веники? Лоскутное одеяло. И коробочки всякие. Хохлома. Бабушки любили накрывать вот такими делами телевизора. Можно для печки, допустим, накрыть. Да ладно же, чё. Банные тапочки роскошные. И ещё банные тапочки. Вот парильщики любят в таких парить. Ей-богу, так и есть. Ещё и шапочки к тапочкам. Вот они, банные шапки. Настоящие. Вот поколь, а вот буденовка. Может поколь я себе и куплю. К сожалению, моего размера не оказалось. Он там реально такой вот здоровый мешок с поколями. Цвет есть вот под курточку, а вот размера нет. Вообще, вот это вот самая банная тема. Вообще самая. Вот пик мода. Скромненько. Но рядом стоят вот эти вот кружки. Те самые, банные. Он их сколько много. Класс. Ещё форма. Для парильщиков взрослых и маленьких. А вот ещё посмотрите. Есть такие штуки, так как все мы занимаемся баней и многей резьбой по дереву. Вот посмотрите. Какие красоты. То есть вот вы видели наверняка ролик там, где лучшая баня 2021 года. Там как раз Дмитрий. У него вот этих вот наборов очень много. Он очень красиво делает отделку. Притом сцены божеские. Очень божеские. И всё можно проверить. Чё, как. Вообще кайф. На армейских развалах можно найти вот такие вот армейские половники. Как из алюминия, так и из нержавейки. И это всё будет намного дешевле, скорее, чем половник в магазине. Можно из него сделать кофе в банной. Тина всякие. Чугунины старинные. Во. Классы. Вот это вот всякое. Это самые кайфовые самовары. Самые старинные. Обратите внимание, бутыли самогонные. И даже вот из СССР, из-под кефира. У-у-у. Ещё и для того, чтобы гладить. То есть, ну, вот это вот всё, что вы видели в... Ой. На видосиках вот можно оформиться. Просто зайдя в один из павильонов. Тут очень много. Я то, что дублируется, снимать не буду. Ну, реально тут их десяток вот таких вот. Чайники, чайники, чайники. Батин самовар. Что касается по ценам. Ну, вот видите. Всё по столу. Такие вот всякие гирьки. Но, честно скажу, на Левше намного дешевле всё. То есть, вот я так прицениваюсь ко всем этим делам. Банным, антуражным. Ну, на Левшу рекомендую. Просто на Левше надо в Подмосковье на электричку ехать. А здесь прямо около метро всё находится. Ну, согласитесь, красота. Антураж. Ух. Ещё дерево всякое. В общем-то, вот и всё. Чё могу сказать. Ну, в Москве два, как я говорил, рынка. Вот этот, он мне меньше понравился, чем Левша. Может быть, заеду на Левшу, сделаю обзор. Ну, чем мне понравилась цена? Тут дороже, чем на Левше. На Левше намного больше инструмента. То есть, вот этого советского, со знаком качества. И вот паломничков не нашёл. Но, если вы будете в Москве, если там в шаговой доступности, это, пожалуйста, из Майло. А если чуть-чуть проехать, то это, конечно же, Левша. Ну, зато тут веники шикарные. Ну, на этом обзор, я думаю, закончен. Ставьте лайса и приезжайте. Тут есть всё. То, что нужно и то, что даже не нужно. До свидания. До свидания. До свидания.